Доброго времени суток YouTube! Доброго времени суток, уважаемая комьюнити моего канала! А самое главное, доброго времени суток, уважаемые контрагенты! Речь в этом видео пойдет о вас, о вашем нелегком положении. Смысл этого видео очень прост. Премьер-министр Мишустин вызвал представителя главу Ростехнадзора на совещание. Было это около полутора месяцев назад. И сказал, что Ростехнадзору необходимо сократить свою проверочную деятельность в связи со сложным, макроэкономическим, политическим и иными сложными обстоятельствами в Российской Федерации. Глава Ростехнадзора взял под козырек и сказал, хорошо, мы сократим свою проверочную деятельность. И сократили. Сократили практически в ноль. То есть перестали контролировать потенциально опасные ядерные, транспортные и иные предприятия. По распоряжению главы нашего правительства, премьер-министра Мишустину. Ростехнадзор выполнил распоряжение главы правительства. Хорошо. Вроде бы хорошо, предприятиям легче. Но тем не менее, ситуация, как всегда у нас в России, сложилась следующим образом. Вот у нас вчера и сегодня идут сплошные звонки от наших уважаемых контрагентов. И смысл очень прост. Ростехнадзор жил за счет того, что накладывал многомиллионные штрафы на контролируемые ими предприятия. Предприятий по всей России много. Мы возьмем, пускай назовем, атомные предприятия. Соответственно, приезжая с проверкой Ростехнадзора, он находил какие-то недостатки. Накладывал штрафы в 4, в 5, в 10, в 15, в 20 миллионов. И, соответственно, это шло все Ростехнадзору. Ростехнадзор Москва получала хорошие деньги. И он прекрасно жил. Контролирующая организация. Весомая, мощная, богатая. То есть, за счет вот этих самых штрафов, которые накладывал на подконтрольное ему предприятие. Лафаэта прошла. То есть, другими словами, проверки сократились. Ушли буквально в ноль. Не могли не выполнить. Ростехнадзор не мог не выполнить. Соответственно, предприятиям хорошо. Ростехнадзору плохо. Денег-то нет. Москвичи сидят, а у них денег нет. Ростехнадзор потерял свой источник дохода. И они стали искать новые источники дохода. Уважаемые контрагенты. Уважаемые предприятия. И они начинают по новой кошмарить вас. То есть, они находят всяческие предлоги. Сегодня у меня было два звонка. Вчера было три звонка. От руководителей предприятий. Они находят различные поводы для того, чтобы Ростехнадзор находит различные поводы, чтобы продолжать кошмарить предприятие. Эти поводы, поверьте мне, абсолютно, вот такое масло масляное, абсолютно абсурдны. Прикапываются к каким-то старым делам, к старым проверочным делам и так далее. Ростехнадзору не хватает денег. Им надо как-то зарабатывать. Это начинается кошмар для вас, уважаемые контрагенты, руководители предприятий. Поэтому готовьтесь к тому, что вас будут, видео будет называться «Психофизиология секса и насилия», что вас будут, уважаемые директора предприятий, вас будут трахать повторно. Ростехнадзор, хорошая организация, занимается правильными делами, контролирует железнодорожные, авиационные перевозки, атомные предприятия, нефтегазовые предприятия на предмет безопасности их функционирования. Это все здорово и правильно. Но, как всегда у нас это бывает в России, у нас перегиб начался. То есть снизили проверочную деятельность с одной стороны, с другой стороны, жить-то как-то надо, хлеб-то как-то надо получать, на хлеб зарабатывать, и не только на хлеб, но и на хлеб с маслом. То есть предприятий сотни и тысячи по всей стране, на каждое предприятие проверка приехала, штрафик в 4-5 миллионов наложила, на хлеб с маслом им хватит. Всего у нас 29 МТУ, межтерриториальных управлений 6 и 23 территориальных управлений. Кушать всем хочется. Ростехнадзору тоже хочется кушать, и он начинает искать новые способы заработка лично для себя. Все вроде исходя из благих намерений и целей, к примеру, министрам сделано, но у нас Ростехнадзор начинает искать какие-то пути выхода для того, чтобы продолжать вкусно есть и сладко пить. Все это ложится тяжким временем на предприятие. И если раньше эти поборы государственные были узаконены и как-то конкретно распределены, то сейчас это все превращается в бандитское какое-то облапошивание, обворовывание тех же самых предприятий и организаций, которые так или иначе связаны с опасными видами деятельности. Самыми разнообразными нефтегазовыми, атомными, ядерными, транспортными, ЖД-перевозками, автотранспортными и так далее. Вот такая ситуация сложилась на момент 26.05.2022 года. Поэтому видео, уважаемые контрагенты, послушайте и поймите.